Здравствуйте, дорогие наши Скорпионы! Сегодня мы по таким вот картам классическим Таро сделаем с вами расклад и посмотрим, что же ожидает Скорпионов в марте 2020 года по картам Таро. Давайте посмотрим. Итак, достаем первую карту. Ну что, дорогие друзья, вам выпал Рыцарь Кубков. В картах Таро означает какого-то романтичного молодого человека с творческим, большим творческим потенциалом, истинный друг, может быть, даже возлюбленный, возлюбленный, положительный, романтичный, отвлекающийся постоянно. В общем, в картах это говорит, что это вестник, добрый совет, известие, гость или приглашение какое-то, может быть, творческое начало, какие-то у вас творческие цели у вас есть, которые вы хотите реализовать именно в марте месяце. То в марте месяце эта карта говорит, что это замечательное время для того, чтобы вы, Скорпионы, могли начать реализовывать свои творческие замыслы. Эта карта как раз этому способствует, творческих и художественных поисков. Рыцарь Кубков – это чувствительный молодой человек, идеалист, романтик. Ему свойственна самобытность, изобретательность, его пассивная натура дает возможность окружающим людям отвлекать его странными фантазиями от поставленных целей. Поэтому это такой честный, разумный, молодой человек, дружески настроенный к вам. И это будет означать для вас, что это эмоциональное, любовное, творческое начало. Давайте посмотрим еще Скорпионы. Что же еще скажут карты Тару на март для Скорпионов. Такой еще мы карту достанем. Ну, смотрите, какая красота. Вам выпала карта Верховная Жрица. Это аж второй аркан. Это старшая карта. Эта карта олицетворяет способности понимания творческого высшего закона божественного. Это наилучшее применение ваших интеллектуальных способностей. Вы в марте месяце способны будете горы свернуть, повести за собой людей. Вы прекрасный руководитель. У вас все должно складываться. У вас все должно получаться. Вы просто божественная мудрость и просвещенность в марте месяце. И вы понимаете, как устроен мир. Все держите в своих руках. И все у вас получается. Вы можете учить, защищать, вести других. Это духовный рост. Это истинный путь вам откроется. Вы видите дорогу. Вы видите цель. Вы знаете, куда вы идете. Давайте посмотрим. Это карта именно роста, способность к духовному росту. Прямо замечательная карта. Верховная шрица. Это созидание, которое тратит свою энергию для воспитания и обучения других людей. Давайте еще одну карту достанем. Итак, вам выпала карта Висельник. Вот так она выглядит. Это 12 аркан. Высшая карта опять. Это жертва ради ваших достижений и планов. Это не вас кто-то подвесит и принесет в жертву. А это вы сами добровольно, по собственной воле будете, сделаете выбор. И здесь главное понять, важно понять, что выбор делаете вы. Жертва должна быть добровольной, потому что цель стоит того. Как Бог создал человека по своему образу и подобию, так и вы должны заново создать свое собственное «Я» по образу и подобию избранного человека. Единственный человек, который вы можете принести в жертву ради своих целей, вы сами. Самопожертвование в целях достижения мудрости, проницательности, духовного роста. Повешенный требует, чтобы вы добровольно пострадали от какой-либо потери или пожертвовали удовольствием ради достижения цели. Чем выше цель, тем больше жертвы. Возможно, карты хотят вам сказать, как пример вам могу привнести, что вы запланировали какой-то творческий проект. Для этого вам нужно уйти с работы, чтобы заняться всецело, погрузиться в этот проект. И карта говорит, что как раз в марте месяц у вас будет такая возможность, и вы, если планировали, то можете смело это делать, начинать. Потому что у вас карты как раз об этом и говорят, что все должно пойти хорошо. Да, вы приносите свою устоявшуюся работу в обмен на что-то, на какие-то иллюзии, на какой-то будущий проект, которого нет. Но кто не рискует, как говорится, тот не пьет шампанского. То есть эта карта говорит о том, что вы рискуете, вы вкладываете, вы жертвуете свою работу постоянно, вы жертвуете свою постоянную зарплату на какие-то мистические начинания, которые у вас еще только в голове. Но игра стоит свеч, если начинания выгорят, как вы понимаете, у вас появится свое личное дело, свое личное работа, свой личный проект. Вот о чем говорит эта карта. Давайте еще посмотрим. Еще для скорпиона мы достанем еще одну карту на март месяц. Ну вот смотрите, вам выпала карта Рыцарь Пентакли. Пентакли у нас отвечает за бизнес, коммерцию, предпринимательство, именно в финансовом плане. И эта карта вот говорит, что Рыцарь у вас в правильном арендации, то есть он добросовестный, надежный, верный какой-то помощник. Возможно, стабильность, ответственность, незыблемость моральных устоев. Также карта указывает, что возможны у вас какие-то переезды, отъезды, то есть возможно какие-то командировки, или возможно вы соберетесь куда-то поехать по работе, именно по финансовым делам, связанных с работой. И надо быть готовым к тому, что не всегда ожидания сбываются, не всегда будет хорошая поездка, потому что это Рыцарь Пентакли. И поскольку это Рыцарь, а не Король, то могут быть какие-то несбывшиеся ожидания от поездки, не очень приятная командировка, потому что Рыцарь Пентакли это такой в картах Таро молодой человек, связанный с авантюризмом, обладает огромным потенциалом. Но такой он игрок, авантюрист, легкомыслен весьма. Также в карте Пентакли говорит, что если вам будет поручена какая-то ответственная работа, то вы с ней справитесь на отлично. Также могут карты вам говорить, если у вас какие-то новости ожидаются через какого-то молодого человека, связанного с деньгами, поездкой, то тоже эти новости будут хорошие. Ну давайте еще посмотрим одну карту, последнюю достанем для Скорпионов. Ну что я вам скажу, у нас выпала шестерка Пентаклей, это значит, что у вас успех в финансовых предприятиях, платежеспособность хорошая, такая, что вы можете даже принять участие в какой-нибудь благотворительности, стабильность, даже возможно какое-то изобилие быть. Но для того, чтобы было это изобилие, вы следите за вот, если за работой, потому что связанные с поездками, командировками дела деньги принесут, но видимо подписание новых контрактов будет так себе идти, не сильно хорошо. Если вы будете поручать какую-то работу своим подчиненным, они ее будут выполнять быстро, хорошо, но отлично, и вы сами справитесь с хорошей работой. У вас вообще, посмотрите, с рыцаря началась, с рыцарем здесь кубки, деньги и опять деньги, поэтому у вас все прекрасно. Если у вас есть какое-то творческое духовное начало, которым вы хотели бы начать заниматься, у вас есть какие-то мысли давно вынашенные в голове, то, пожалуйста, начинайте, можете приносить себя в жертву самим себе же и пытаться доказать самим себе, что вы сможете справиться с тем творческим началом, тем творческим божественным даром, который вам несут карты в марте месяце. Вы это давно вынашивали, у вас есть этот потенциал, у вас есть способность вести других за собой, обучать, держать удар, быть сильным, быть мужественным. Вы можете выполнять контракты, вы можете выполнять поставленную перед вами работу, у вас прекрасные подчиненные, которые вас слушаются, выполняют, исследуют за вами, и у вас будут деньги. Поэтому хороший март месяц для скорпионов, я желаю, чтобы именно так все и было. Все мои расклады, которые я делаю в течение месяца, складывайте, пожалуйста, в одну кучку и применяйте относительно себя самих. Только вам самим известно, я даю вам общий такой расклад, общее значение, а вы можете, только вам самим будет понятно, для чего приходит та или иная карта в вашей жизни, что она хочет вам подсказать, где она хочет вам помочь. Всего доброго, дорогие мои скорпионы, до новых раскладов, до новых встреч!